Они дают бешеные дозы хлора. Я говорю, зачем? Ну, чтобы обеззаразить воду. Я говорю, это понятно, но это же воду пьют потом все ваши люди. Потом, говорю, посмотрите на их физическое состояние. Все нарушены пропорциями. Вот такие брюхи, вот такие зады, там всё. Говорю, это всё продукт вашей воды. Нормативы самые жёсткие, да, но они непригодны для человека. А кровь – это вода? Да, кровь людская, не водится, но без воды крови не существует. И в зависимости от того, вот я начал говорить, как я оцениваю качество воды? Очень просто. Вот эти все 150, там сколько-то показателей, они бессмысленны. Я определяю влияние воды на формулу крови. Неважно, чей. Кровь у всех одинаковая. Обратили внимание, что у человека, что у червяка, у свиньи, у обезьяны. Кровь одинакова. Вот божественный задум. Я беру рыбок, обычных рыбок, будь то золотые, будь то карпики, неважно кто. Я приглашаю вас в институт. Вы увидите огромное количество аквариумов, где плавают эти массюсенькие рыбки, которые, если вы захажете проанализировать, вот вашу воду где-то вы берёте. Ко мне пришёл, не буду фамилии называть, один олигарх, крупный олигарх, который говорит, вот у меня есть уникальная установка американская, так чистит воду, и родничок, пуща. И какую воду там ты рекомендуешь? И вот заодно и водопроводная вода. Ну, водопроводная вода, там всё подохло. Из родника растворились, вот дафния растворились. Он говорит, как же так, это суперчистая вода? Да, я говорю, да. Я занимался суперчистой водой в радиоэлектронной промышленности. При закуске ракет, там создаётся электронность, там примесь исключена всякая. И она начнёт работать как растворитель? Суперчистая вода, супертоксичная, токсичная любых других ядов. Она разрушает, клетки растворяет.